На девятом десятке лет Светлане Васильевне и Юрию Григорьевичу несколько месяцев назад перестали приносить пенсию на дом. Никаких документов, никаких объявлений, ничего не было. Ждали, ждали, нет, 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 нет. Для с трудом передвигающихся пенсионеров поход на почту за деньгами превратился в настоящую пытку. С палочкой полтора часа туда, полтора обратно. 20 лет лишним насилием. Прекрасно. Придут, спокойно получишь. А сейчас что такое? Нет и нет пенсии. Вот уже третий месяц. Ну и ходить, а как ходить? И вот мы так мучаемся. Да не только мы. Многие же видят так, соседка у нас такая же. Да многие такие люди. Пожилые и маломобильные абаканцы, живущие в районе МПС, уже несколько месяцев вынуждены самостоятельно ходить за пенсией в местное отделение связи. После выхода предыдущего материала, в котором мы рассказывали о возникшей проблеме в Почте России, вместо того, чтобы попытаться ее решить, потребовали от нашего телеканала извинений и публикации опровержения, казалось бы, очевидного. Так сотрудница почтового ведомства Галина Гордиенко, отвечающая за внешние коммуникации Почты России в Сибири, пригрозила Роскомнадзором и судом, потребовала нашу редакцию опубликовать комментарий следующего содержания. Пенсии и пособия приносятся клиентам домой по графику, утвержденному отделением социального фонда по республике Хакасия. Эти обязательства выполняются в полном объеме. В почтовых отделениях получают выплаты только те, кто ранее выбрал такой способ получения пенсии. О том, что почтальонов не хватает, свидетельствует объявление на дверях отделения. Да и по словам пожилой семейной пары, женщина, долгие годы приносившая им пенсию, сама сообщила, что уволилась. Она говорит, что совсем мало платят. Она уже на пенсии тоже сама работала. И говорит, не могу работать. Ещё мало того, что дают ещё им нагрузку таскать, продавать. А продают они же ещё с накруткой. Ну а что делает? Я примерно, чтобы её облегчить, всегда покупают то, консерву какую-то, то конфеты, печенье. Но покупаем, потому что жалко человека. Наша редакция ни в коем случае не хочет ссориться с главным государственным предприятием связи. И готова извиниться и подписаться под каждым словом в присланном нам тексте опровержения. Но что делать с опровергающими это опровержение пожилыми людьми, простыми абаканцами? Или старики врут? Поэтому мы повторно просим Почту России обратить внимание на 11-е отделение связи в городе Абакане, где, по словам пенсионеров, им уже несколько месяцев не приносят пенсии.